В феврале 1951 года в Карганде и области с большим успехом проходят концерты народной артистки Казахской ССР Шары Жиенкуловой. Угольщики и металлурги, железнодорожники и строители одинаково тепло встречают обширный и своеобразный репертуар популярной актрисы. В исполнении шары одинаково проникновенно звучат казахские и корейские, русские и украинские, дагестанские и уйгурские, эстонские и монгольские песни. В феврале 1959 года трудящиеся Карганды получили хороший подарок – новый аэровокзал. Просторное здание – два зала. На территории аэропорта разместился клуб. К услугам пассажиров имеется зрительный зал на 200 мест. Здесь можно посмотреть кинофильм или послушать лекцию. Одним словом, пассажиры в ожидании самолета имеют возможность отдохнуть в культурной обстановке. 10 февраля 1967 года появился на свет полумиллионный житель Карганды. В городском родильном доме номер 2 у супругов Андреевых родился мальчик. Ребенка назвали Виктором. Отец новорожденного работает токарем на СТО, мать – продавцом в магазине. На днях в книгах городского ЗАГСа появилась запись о 500-тысячном жителе Карганды. А исполком городского совета вручил родителям ребенка памятный диплом. В феврале 1971 года каргандинцы узнали приятную новость. В новой пятилетке по постановлению Совета министров СССР в восьми городах Советского Союза, в том числе в Карганде, будет построен цирк. Он будет возведен за Дворцом спорта и гостиницей «Заря» рядом с парком имени 30-летий ВЛКСМ. Строительство каргандинского цирка начнется уже в 1971 году. Главным инженером проекта назначен сотрудник Института Карганда-Горсельпроект, товарищ Любушкина. В феврале 1977 года на привокзальной площади Карганды открылся киоск «Горсправка». Теперь каргандинцы и гости шахтерской столицы смогут без лишних хлопот за небольшую плату узнать нужный адрес, номер телефона, уточнить нахождение улиц и движение транспорта. В киоске «Горсправка» организован также прием объявлений об обмене квартир. В феврале 1980 года каргандинский историко-краеведческий музей переехал в новое просторное здание на улице Кирова. Теперь музей располагается возле библиотеки имени Гоголя на полезной площади в 3000 квадратных метров. Две трети ее будет отведено под экспозиции. Здесь разместятся три основных отдела – дореволюционного периода, истории советского общества и природы. В научных фондах музея насчитывается 110 тысяч экспонатов. В феврале 1983 года вышел свет 15-тысячный номер областной газеты «Индустриальная карганда». Раньше она называлась «большевистской кочегаркой», а затем «социалистической каргандой». Труд многих поколений журналистов газеты отмечен высокой правительственной наградой – Орденом Трудового Красного Знамени. Сегодня областная газета выходит 6 раз в неделю, 300 раз в год, тиражом 150 тысяч экземпляров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова